король десертов друзья всем привет вы на канале визит киев на улице наступила осень очень хочется закутаться в плед взять друзей и пойти в самые теплые и самые вкусные заведения киева и до обязательно провести этот вечер за чашечкой кофе и вкусным десертом вы писали в своих комментариях антон расскажи про лучшие десерты киева и этот выпуск именно на эту тему со мной сегодня мой друг автор одни из лучших кондитерских украины кирилл смен он же один из судей проекта король десертов голова всеукраинской асоциации кондитерів бизнесмен власник мережи именных кондитерских кондитерских справе найбільш ціною кинцевый результат та смак десерту и начнем мы с милбара вперед ты начал с этого заведения наш выпуск почему ну потому что это одно из самых посещаемых кондитерских нашего города нужно посмотреть на сколько людей ну вот мы с тобой даже видишь в таком уютном столике посредине нормально стоим два человека которые очень хотят съесть сладкого поэтому мы даже его едим стоя ну нормально больше влезет а что ты заказал это популярный десерт называется три молока то есть кто ответит какие три вида молока входит в состав этого десерта получит небольшой приз как окотором мы скажем чуть позже ребят на самом деле что за три молока пишите в комментариях ну как тебе ты как хирург давайте покормлю ты как хирург это только первый слой молока не это сразу все три додумаешь потому что первый идет сверху второй посредине и третий самый жидкий снизу а у меня здесь другой десерт бисквит с добавлением карамельного масла заварной крем с добавлением свежего банана сверху покрывается все филадельфией то есть это диетический торт очень диетический да самый диетический вообще во всем мире то есть он не будет такой как я нет конечно нет ты видишь сверху покрывается филадельфией, карамелью и попкорном знаешь такой тур для кинотеатра сразу с попкорном да ну мы в май маффин одно из самых в принципе популярных как минимум среди молодежи заведений на подоле откуда ты знаешь только про молодежь я еще просто молод а ты молод да извини ну да на самом деле смотри вот я тебя как кондитера хочу спросить какие самые лучшие сочетания маффинов это все зависит от вкуса конечно если тебе нравится клубника с мятой ешь клубнику с мятой а какой здесь крем крем сыр крем сыр да то есть это крем сыр с клубникой и мятой я буду этот а ты как будешь маффин есть а как маффин а мне это всегда удивляла тема понимаешь как можно вот это все взять вот так вот ешь у нас мастер-класс о том как нужно есть маффин чтобы не съесть бумажку если бы мы с тобой ели кинкали я бы тебе показал да а маффин то есть вот так вот все таки чистим да ну вот ничего ничего давай давай ну и что вот так вот так вот так вот ну ты дерзкий вообще я в шоке просто ммм о так подожди так это смотри так вот черный лес там еще внутри вишня очень вкусно и на самом деле совершенно недорого за 2-3 с небольшим долларом вы можете съесть отличный десерт и угоститься очень или десять раз ездить на метро вкусным какао или десять раз ездить на метро и купить один маффин и привезти его к себе домой либо своей любимой это прям очень хорошо вообще очень даже приятно если Кирилл Смеян говорит что это хорошо то поверьте король десерта в курсе Слушай куда ты меня привел ну это что это одно из лучших мороженых в нашем городе Мома Брэлдовый бутик мороженого Слушай ну круто очень круто я вижу вообще класс Ух ты а что это что это это ром с изюмом ром с изюмом а там сыр и вино сыр и вино да это вообще какие то эксклюзивы а сколько у вас видов мороженое всего 40 в этом кафе одновременно 40 видов здесь прям алкоголь есть да да а вино а лицензия есть у вас? я не знаю мы же не можем без лицензии правильно скажи это получается мороженое made in ki да полностью наше локальное крафтовое крафтовое рам выгрызете гарганзолом под это мороженое за тебе пивка а по мне под это мороженое да бокал белого сухого сколько стоит за шарик очень вкусно ребят я вам очень советую во-первых здесь классный интерьер во-вторых здесь вкусно в холодильнике приходите прячьтесь лучший холодильник можно зайти и почувствовать себя как будто мишка на 7 мили фили и у них здесь много разных вкусных штук но хит по их мнению их ресторана это именно наполеон давай попробуй давай слишком сладкий крем а мне нравится сладость вот это когда ты будешь такой же кругленький я тогда ты знаешь тебе пусть будет хотеться сладости чуть чуть меньше можете брать смело на двоих вот такой кусочек это вам обойдется меньше чем доллар поверьте это очень вкусно и чаек еще там до 50 гривен на это очень здорово ну давай чайку будет период миссаровский рынок и сладко блин у кондит есть одно такое место вот прям сладкое место просто прекрасное место и делитесь лучшие коноли которые будут сюда сюда добрый день ухты это все на это канули это классический сицилийский десерт него едят все мафиози ты хочешь стать мафиози нет ну канули ешь на силу мафиози но ты останешься настоящим честным человек хрустящая трубочка внутри из них у нее видишь это такая начиночка из сыра рикотты традиционно делается с разными наполнителями так значит просто берешь руками руками обязательно трубочки специально внутри пропитывать шоколадом промазывать для того чтобы трубочка сама не не могла и чтобы нас у вас густяще на это смотри это лучшая ромовая баба которую делают в этой стране что такое ромовая баба это баба в роме это такая женщина очень ромовая баба баба она есть и у французов и у итальянцев оставь меня не ешь все горячего мы сюда идем рассол с каким-то элементами грибов в виде хлеба это самые наркотические грибы в нашем городе это сладкий да получается а что это за соус это малиновый ликер это баба в малиновом ликере вы съели с кремом это было сразу он полностью пропитаны ребят вот это вот очень классно мне очень понравится штучка вот это магазин все по 45 киришном и на районе у тебя почти дома конечно это переодевался красивенько фарту как знаешь в рекламе банжура слушая последняя площадочка туда это уже не летняя тоже ближе к зимней то есть я пришел например съесть десерт а мой дружок съел свой десерт современная украинская кондитерская кондитерская я начну с хитов ну боже мой орешек у нас внутри орешек конечно естественно 50 гривен 7 орешков ты должен обязательно попробовать киевский торт давай киевский торт киевский торт киевский торт ребят это те кто не в курсе киев кейк это наверное тоже чем добрая половина туристов яиц киев а вторая половина его привозят из киева уже такой нежный это львовский сырник это такая сырная запеканка с шоколадкой и изюмкой аутентичная вещь за счет его можно было бы наверное сделать вкуснее да но это прям это шоколадная колбаса бабушки это вот как бабушка жила и рассказал мне этот рецепт ровно так же я его и делаю это у нас медовик медовик это классика это тоже бабушка это приблизительно классика только мы его делаем из очень хорошего меда получается коржи коржи и сметанный крем это сметанник это другое это чуть-чуть другое просто бисквит бисквит со сметаной назывался сметанник хит всех студентов хит всех студентов вафельный торт вафельный торт ребята вот это просто пушка и вот здесь сверху звучёночка вареная я помню как я с такими тортами ходил на день рождения к своим друзьям вот ты берешь этот торт и сам готовил ну так конечно возьми обязательно основу она у нас мы ее делаем не просто песочное это песочное тесто с орешками мне кажется плюс 2 твоему весу на утро обеспечено это ты еще не пробовал наши круассаны уже но эту всю красоту на эту всю вкуснятину нужно обязательно представить нашим подписчикам пишите в комментариях куда вы ходите какие кофейни какие кондитерские десерты вы любите какие вы десерты знаете и за это кирилл вам это вы получите сертификат на тысячу гривен для покупки любых десертов в моей кондитерской мы с кириллом разыграем возможность бесплатного мастер-класса в новом заведении который открывается 20 октября в глобусе в третьей линии на первом этаже открывается первая в истории украины самая большая кондитерская академия школа и кондитерский магазин там будут десерты со львова днепропетровска с харькова круто николаева с одессы а еще от магазина украинский дом мы подарим нашу фирменную кепку визит киев с брендом города киева тому кто в комментариях напишет тему для следующего выпуска это сезон у нас гастрономический был рад видеть приходите еще обязательно захочется еще сладенького обязательно до встречи следующий 4 вот так вот чик о о о почти